Приветствую вас! Ну, если бы можно было бы сделать так, чтобы вас наконец отпустило и вы могли забыть о человеке, то я так полагаю, что вы бы уже это сделали. Вы бы сделали это сами, без нас, вот. А раз вы не сделали и обращаетесь к нам, значит, самостоятельно сделать вы это не сможете. Потому что имеют место быть процессы, на которые вы сами не обращаете внимания. Забыть чисто технически можно. Для этого есть гипноз, НЛП. Забудете. Легко забудете. Эриксеновская терапия. Но проблема зависимости, она останется. И, может быть, вы перестанете плакать из-за этого человека, который вот, ну, который сейчас вас бросил, вырастает. Вы вступите в новые отношения. И в новых отношениях вы также окажетесь в этой же ситуации. Потому что зависимость – это не случайно. Эмоциональная зависимость – это следствие вашей личности. Вот. Ну, это следствие того, что какие у вас имеют место быть проблемы. Вот. Поэтому, если вы настроены серьезно, Кристина, по отношению к себе, и не хотите, чтобы у вас была такая зависимость, а хотите строить, ну, здоровые отношения, что, для начала, стоит отказаться от такого понятия, как новая жизнь. В основном, что новой жизни нет и быть не может. Новая жизнь – это означает, скорее, что вы не примете опыт, который могли бы получить вот в результате этой истории, а это значит, что ошибки вы совершите все же сам, ну, по-прежнему. Поэтому от новой жизни стоит отказаться, от этого понятия. Нужно жить дальше. Жизнь, она будет, как бы, двигаться дальше. Вот. С новым опытом, по-новому, но жизнь будет так же. А начать новую жизнь – это фраза достаточно детская. Детская и немножечко отстраненная от реальности. Отстраненная от реальных вещей. Дальше. Вы пишете, значит, у меня такая пробелка. Ну, наверное, вы хотели написать проблемка. Здесь уже, как бы, есть обесценивание, да, то есть, намеренное занижение проблемы, занижение важности проблемы, ну, для вас. Рассталась с молодым человеком пять месяцев назад. Из-за чего расстались? Понимаете ли вы, что расставание – единственное, достаточно драматичное событие в жизни человека, и что расставание нужно помочь пережить, вот, а расставание нужно отпустить, то есть, завершить гестант, то есть, упорядочить всё в своём восприятии по поводу этой ситуации, чтобы не оставалось никаких вопросов, чтобы не оставалось никаких неясностей и так далее. Так, связи никакой. Живём в разных городах, у него новая девушка, всё отлично. Всё отлично. У кого? У него или у вас? Я точно осознаюсь, что уже не люблю его, но эмоциональная зависимость осталась. Эмоциональная зависимость в чём, если вы его не любите? То есть, вообще, это хорошо, что вы понимаете, что вы не любите его. Значит, в таком случае он вам для чего-то нужен. Вы говорите, хочу написать, пытаться вернуть отношения, хочется вернуть его, слёзы на глаза. Зачем? Вот подумайте, для чего вам это нужно, что вы потеряли с уходом молодого человека от вас? Ведь вам же хочется вернуть его. Вам же это нужно, причём, несмотря на то, что вы его уже не любите. Значит, здесь дело в потребностной сфере. Потребностная сфера, то есть сфера желаний, предполагает личную ответственность вашу за то, что происходит. Ну, с вами происходит. То есть, вам необходимо взять на себя ответственность за удовлетворение, за реализацию своих потребностей. Потребностей. Своих потребностей. Своих потребностей. Которые имеют место быть у вас. Вот представьте, представьте себе сейчас, что вы вернули своего мужчину, да, что он с вами, что он там, ну, вы в отношениях, вот. Как вы себя будете чувствовать? Как бы. Как вы себя будете чувствовать? Конкретно. Что вы будете чувствовать? Конкретно. Понимаете? Понимаете? Вот это. Это. И является самым главным. Здесь. У вас. Что есть? Что есть? Что есть? Иногда ваше желание. Желание, вот, ваше желание определяют, что вы хотите. Вот и, собственно, значит, ну, собственно все. Вот, поэтому подумайте, что вы хотите, что вам не хватает. А также подумайте о том, какие мысли у вас вызвало расставание с человеком. Ну, то есть, вот, что конкретно вызвал у вас, какие именно эмоции, значит, ну... Какие именно эмоции вызвало расставание? Что вы стали думать о себе? Вот, вот, в принципе, то, что вам нужно преследовать. Именно это, именно данный аспект и является тем, что, ну, данный аспект является ключевым. Через раскрытие того, что вы хотите, через понимание того, что вам нужно, через анализ своих мыслей и изменение мышления, вы сможете избавиться не избавиться от зависимости, да, как вот, ну, как вы сейчас говорите. А, соответственно, раскрыть это. Потому что ваша зависимость, это то, что... Определяет ваши потребности. Вот, ваша зависимость, это то, что определяет ваши потребности. И ваши потребности нужно выражать адекватно. Ну, учиться выражать это, по крайней мере. Свои чувства, потребности, желания и так далее. Вот. Вы можете, в принципе, в принципе, ознакомиться с базовыми потребностями по Mass Flow, например. Вот. И подумать о том, как вы можете их реализовать и какие из этих потребностей не реализованы. Вот. Через данный подход вы сможете свою зависимость купировать. Точнее, даже не купировать, лучше сказать, а преобразовать. Вот. Испросто будет преобразование. Ааа... Засчёт... Одних... Потребностей... Ааа... Другие... Другие... Вот и всё. В принципе. Вот и всё. То, что можно вам сказать. Это работа определённая. Вот. Так просто вам, наверное, будет сложно. Вот. Вот. Но, уже сейчас, вот, то, что вы можете сделать, да? Закрываете глаза, представляете себе, что вы уже со своим мужчиной, да? Вот как вы себя чувствуете, что вы чувствуете. Вот вы же сами признаёте, что его не любите, значит, делать здесь в чём-то, в чём-то, в чём-то другом, да? То есть, не в любви. Вот. Как вы себя чувствуете. Вот. Выделяете это чувство и думаете, как это можно реализовать здесь и сейчас. Вот. Проблема может быть достаточно глубокой. То есть, причины могут быть в семье, в негативных установках, в комплексах, там, в чём-то ещё. Ну, вот, к сожалению, это может быть, да. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, всё это оккупируется, всё это корректируется, скажем так, и проблем у вас не будет. Ну, конечно, поправка, да, на то, что вы готовы сами делать для того, чтобы, ну, чтобы ситуация поменялась. Вот так. На этом всё. Я думаю, что раскрыл вам ответ на ваш вопрос. Вот. Значит, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. если у вас дополнительные вопросы какие-то остались, значит, пишите в личку. Разберёмся, поможем, вот, корректируем, поправим. Вот. Я желаю вам всего самого-самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для нас наилучшим образом. Продолжение следует. Продолжение следует.